За долги арестовали счета и карты. Что делать? Добрый день, я Наталья Катряева. На основании закона списываю долги обычных граждан. В моем кейсе сотни дел на миллионы рублей завершены успешно. Должники признаны банкротами. И, наконец, свободно своих непосильных обязательств. А мы поговорим с вами сегодня о шоковой терапии. Наложить арест на карту и счет – одна из первых, и что уж тут скрывать самых простых мер, воздействие на должника. Основной автор ареста счетов – это судебный пристав. Хотя арестовать счета и привязанные к ним карты может и банк, кредитор или пенсионный фонд. Это актуально для пенсионеров. Без возбуждения дела Федеральной службы судебных приставов. Произойдет это в случае, когда взыскатель обратился непосредственно туда или туда с исполнительным документом. Исполнительный документ выдается после решения суда. Или кредитор может обратиться с судебным приказом. Это упрощенный порядок искания долга. Но происходит это крайне редко. Именно когда напрямую кредитор обращается без службы судебных приставов за исканием долга. Потому что полномочий и сведений Федеральной службы судебных приставов гораздо больше. А вот в ваших руках хоть раз была арестованная приставом карта? Поделитесь в комментариях. Самому активному комментатору я отправлю 1000 рублей на карту. Такой розыгрыш происходит в каждом моем выпуске. В прошлый раз повезло человеку, чьи данные вы сейчас видите на экране. Выходите на связь и забирайте ваши деньги. Так, я благодарю вас за активность. Самое главное не забудьте посмотреть мой следующий выпуск, чтобы не пропустить итог. А мы сейчас будем анализировать, что же ждет владельцев заблокированных карт. Надо понять, что делать. Так вот, цель ареста – это обеспечить доступ к активам должника и принудительно исполнить имеющиеся у него обязательства. Имеющиеся на счету деньги, а также все, что поступит туда, будет автоматически списываться в счет погашения долга. Алгоритм ареста по росту. Разберем на примере, если это делает пристав. Итак, электронные сервисы банков позволяют проводить арест онлайн. Информационный обмен данными клиенток между банками и госорганами и ФНС ФССП отлажен и работает превосходно. Приставы в любой момент и без проволочек получат нужную им информацию о счете должника. Банковская тайна в данном случае не работает. Документы, подтверждающие задолженность, взыскатель отправляет приставу того района, где зарегистрирован ответчик. После проверки данных счет будет арестован. Важно! Арест не должен налагаться ранее, чем пройдет 5 суток с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства. Этот срок отведен законом на добровольное погашение долга. Если карту или счет арестовали раньше положенного, то такие действия можно и нужно обжаловать как нарушение. А я хочу, чтобы вы понимали. Не обязательно доводить до ареста и, если ваши обязательства по долгам уже явно сильнее ваших возможностей, выходите на связь с моими юристами. Бесплатно и без всяких обязательств для вас получите бесплатную консультацию. Записаться на нее можно на моем сайте katriava.ru, ссылка в описании под этим видео или на экране. Очень часто радикальное решение проблемы с долгами, я имею в виду банкротство, оказывается действенным и приносит долгожданное облегчение. Мы проводим эту процедуру с 2015 года, накопили огромный опыт и с порога видим, какое дело имеет шансы на успех. Поэтому абсолютно все наши клиенты примерно в течение года становятся счастливыми банкротами и приходят к новой спокойной жизни без долгов и кредитов. Ну а мы продолжаем анализировать ситуацию с арестом. Арест счета, как правило, происходит руками банка. Туда пристав направляет постановление об аресте и списании. Данный документ всегда содержит в себе необходимые сведения, чтобы банк смог правильно определить счет должника. Сведения о нем, вид требований, которые повлияют на долю удерживаемых средств и иную информацию, необходимую для операции по аресту. Далее банк в течение суток должен наложить арест на счета должника и начать регулировать распределение средств, руководствуясь интересами должника и кредитора. С момента наложения ареста все операции по счету блокируются, при этом размер удержания будет варьироваться. Если речь идет о зарплатной карте, то в счет погашения кредитных и коммунальных долгов будет удерживаться половина зарплата, а социальные выплаты под списание теперь не попадают. Их полный перечень указан в статье 101 закона номер 229. Это закон об исполнительном производстве. Для ясности, все средства, приходящие на счет должника, с этого года сопровождаются специальным кодом, по которому банк определит невозможность их списания и уведомит об этом Федеральной службе судебных приставов. При этом банк, исполняющий распоряжение по удержанию денежных средств со счета должника, обязан учитывать, что в счет обычного долга можно удерживать до половины ежемесячного дохода, а за долги по алиментам или возмещению вреда здоровью размер удержания составит 70%. Важно знать, с 1 февраля 2022 года гражданин вправе требовать сохранения за ним прожиточного минимума. Для этого нужно обратиться к приставу с заявлением лично или через госуслуги. Что касается прожиточного минимума на детей, то сохранить его можно только через суд. А мы продолжаем. Какие последствия у ареста? Если пристав арестовал ваш счет в банке, то все операции по счету будут приостановлены. Списание произойдет единовременно или частями при очередном поступлении денежных средств. Частый вопрос. А зарплатный счет могут арестовать? Однозначно да. Хотя есть ряд особенностей, определяющих долю списания с этого счета. Повторюсь, чтобы запомнилось. Если речь идет об обычном списании, то удержит половиной. Если вы должны алименты или возмещение вреда здоровью, то доля списания может возрасти до 70%. Однако не забываем, что можно сохранить прожиточный минимум с 1 февраля 2022 года. Оставшиеся деньги можно снять после удержания. И даже нужно это сделать. Ведь в конце месяца остаток будет списан в счет погашения задолженности. Важно и то, что если на вашем счете оказалась сумма достаточная для погашения всей задолженности, то она будет списана. А после этого документ будет возвращен приставу как исполненный. Вот если денег не хватило, счет останется заблокированным, и арест будет сохраняться до тех пор, пока не произойдут очередные поступления, за счет которых будет долг погашаться. Даже пустой счет будет арестован на всякий случай. В случае поступления денег на него они также будут списаны. А сейчас отвечу на дополнительные вопросы. А без решения суда может быть арестован счет? Да, если у вас кредит и доход в одном и том же банке, то кредитор в случае просрочек может списывать деньги за счет, на который приходит ваш доход. И эти суммы будут уходить в счет просрочек. Тем более согласен такое списание, как правило, вы дали, когда подписывали кредитный договор. Следующий вопрос. А если получать наличными деньги, поможет ли это уберечь свои средства? Так вот, пристав все равно сможет найти ваш официальный доход, и пристав направит работодателю постановление об удержании с вас нужной суммы. А если списали всю сумму средств и не оставили ничего, ни копейки? Тут я рекомендую взять выписку по счету, выяснить, кто и на основании чего списал с вас долг. Если пристав, то обращайтесь к нему с заявлением о возврате. Предоставьте документы, что на этот счет вам поступает заработная плата. Или если это сделал банк, то пишите заявление ему. На этом все, но не отключайтесь, сейчас для вас будет бонус-подарок. Если у вас есть потребность обсудить свои долговые проблемы с единомышленниками, я представляю вам чат, закрытый чат поддержки должников. Я и моя команда ведем его, советуем, поддерживаем и делимся опытом по выходу из долговой ямы. Заходите, ссылка на телеграм, чат. Если чувствуете потребность поддержки, подписывайтесь, общайтесь, задавайте вопросы. А я благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Нажимайте на колокольчик и оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости, которые выходят на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok